здравствуйте дорогие друзья одним из весьма назревших вопросов на сегодня является вопрос а был ли потоп или нет так как даже находятся такие которые настаивают что тем самым катаклизма в недавнем прошлом изменившим ход истории был именно потоп причем учитывая глобальность этого катаклизма по час его называют всемирным потопом именно поэтому считаю этот вопрос принципиально важным ибо если на него сегодня дать неверный ответ то завтра все исследование уйдет в никуда а учитывая что сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все то чтобы ответить на этот вопрос нужно сначала разобраться с терминологией что именно считать потопом дело в том что само слово потоп слишком всеобъемлющее и включает себя множество других категорий например торт пряники пирожные мороженое конфеты варенье и так далее это все можно определить одним словом сладости точно также слово потоп объединяет множество категорий таких как наводнение селевой поток цунами которые в свою очередь также делятся на типы и виды поэтому давайте разберемся во всем по порядку ибо как я уже говорил неверное трактование потопа ведет к поискам в неверном направлении и соответственно к неправильным выводам и так под наводнением понимаю затопление значительного участка территории вызванного подъема воды в природном или инженерном водном источнике селевой поток это стремительно несущаяся масса большого объема обладающая большой кинетической энергией состоящий из воды и грязи крупных и мелких минеральных включений до 50 60 процентов объема потока цунами это огромные волны возникающие в океанах или других больших водоемах длина волны обычно составляет несколько сотен километров а высота от 10 20 до 100 метров зафиксированный рекорд 524 метра по сути любое приведенное определение подходит для определения потопа однако думаю многие согласятся что большинство исследователей основывающих свое исследование катаклизма на версии потопа подразумевает нечто большее посему давайте разберем версию всемирного потопа по которой высокая волна из северного ледовитого океана обрушившись с севера на сибирь и европейскую часть современной россии и пошла вглубь материка подтверждение этой версии проявляются такие весомые факты как засыпанные дома наличие соленых озер по южным рубежам использование слова допотопные представителями старшего поколения а также наличие тюленей в каспийском море повторюсь факты очень даже интересные они имеют место быть поэтому давайте разбираться первое с чем мы должны определиться был ли в недавнем прошлом катаклизм в любом его проявлении или катаклизма не было и здесь мы однозначно даем утвердительный ответ да катаклизм несомненно был и несмотря на то что практически каждый скептик считает своим долгом сообщить не а так построенных цокольных этажах просевших зданиях и культурном слое сейчас мы не будем возвращаться к этому вопросу так как он неоднократно уже разбирался на канале если кто не видел то все ссылки как обычно в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история сейчас же мы отталкиваемся от явного факта по всему миру старинные здания стоят засыпанными этажами более того засыпаны не только города но и поля реки и даже горы при этом уровень засыпания везде разный и зависит от целого ряда условий однако немаловажный факт во многих случаях слой засыпания повторяет рельеф местности причем даже на склонах несомненно в низинах этот слой больше чем на вершинах холмов однако на вершинах холмов и на их склонах слой также есть причем толщина слоя на южном склоне такая же как и на северном это я видел сам своими глазами про сам процесс засыпания мы поговорим в конце этого фильма второе что мы должны выяснить что это за сила переместившие сотни тысяч тонн грунта из одного места в другое и как этот грунт мог быть перемещен если не воспринимать всерьез сказки официалов про грязь на башмаках лошадей и просевшие здания то положа руку на сердце мы можем сказать однозначно что с перемещением таких неимоверных объемов грунта людям справиться не под силу даже применяя современную тяжелую технику однако такие объемы может приносить либо воздух либо вода третье что нам нужно знать это текучесть суспензии именно так называется смесь грунта с водой которая течет в сельвых потоках соответственно чем больше грунта в потоке тем больше нанесенный слой грунта однако тут нужно понимать что у разных минералов текучей суспензии разное но так как составе грунта присутствуют различные минералы то среднем пропорции текучести один к двум один к трем то есть по объему грунта в три раза больше чем объем воды это предел если грунта в суспензии будет еще больше то теряется ее текучесть а следовательно и возможность распространения по большой площади а если в суспензии больше воды то текучесть конечно улучшается но нужно количественно больше самой суспензии для засыпания городов до того уровня как он есть приведу простой пример площадь города тула составляет 1495 квадратных километров учитывая что тула засыпана на 2 в некоторых местах на 3 метра то получая минимальный объем грунта в 3000 кубических километра а теперь посчитаем самосвал камаз модели 65 201 способен взять груза до 25 с половиной тонн объем кузова составляет 16 кубических метров при этом разный грунт при равном объеме имеет разный вес будем считать по идеальным условиям перевозим по ровной прямой дороге легкий керамзит борта наращены и объем кузова составляет 20 кубов но даже в таком случае 3000 кубических километра это 3 умноженное на 10 в 12 степени кубических метров грунта а это друзья мои 15 миллиардов рейсов самосвала камаз модель 65 201 15 миллиардов рейсов только услышьте эту цифру при этом это камаз с наращенными бортами перевозящий легкий керамзит и только для одного города тула друзья вы вообразите эту грандиозную стройку ей даже аналогов современной истории нет при всем при этом грунт тяжелее воды и состоянии покоя или малой подвижности грунт неминуемо выпадает в осадок таким образом чтобы такой объем грунта не выпал в осадок требовалось очень 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 много воды к тому же вода должна двигаться с очень большой скоростью чтобы преодолевать большие расстояния и при этом не потерять грунт на первом уже овраге проведя еще некоторые несложные вычисления по формуле лагранжа получаем что волна цунами из северного ледовитого океана для преодоления континента хотя бы до кавказских гор и тибета в районе москвы должны иметь высоту три с половиной километра и двигаться со скоростью 572 километра в час при этом кинетическая энергия такой волны равняется 8 9 бомбам сброшенным на японский город нагасаки если высота волны меньше то она не дойдет даже до кавказских гор если волна движется медленнее то весь грунт выпадет в осадок еще за полярным кругом не дойдя даже до средних широт тут хочу заметить что при такой скорости движения текучесть уже особой роли не играет так как для получения таких скоростей в районе москвы начальная скорость волны должна быть еще больше а в этом случае волна уже не плывет а просто летит поэтому однозначно что такой поток сметет любой город любую крепость никто не устоит на пути такой волны друзья понимаете если бы была такая волна то не было бы ни москвы не тулы не суздале не рязани не других старинных городов не был бы тех старинных красивых сооружений волна бы все слезала вы скажете все старинные красивые здания построены после потопа ну как ведь они имеют засыпанный нижний этаж и потом насколько это логично что в период постапокалипсиса когда людям банально нечего есть они будут заморачиваться постройкой архитектурных шедевров и тут мы видим первую нестыковку хочу сказать сразу все нестыковки мы разберем по ходу фильма так что смотрите внимательно и не перематывайте это очень важно четвертое нам нужно понять что же такое соленые озера хотя правильнее их назвать минеральными солеными считаются озера с минерализации свыше одной промилле тысячной доли чаще всего соленые озера это бесточные водоемы находящиеся засушливой зоне вода таких водоемов отличается резким вкусом и непригодным для питья без дополнительной обработки по химическому составу вода в каждом соленом озере отличается не только от воды в северном ледовитом океане но и от других соленых озер например соли в водах озера баскунчак в астраханской области это 99,8 процента натрий хлор то есть обычная поваренная соль которую мы добавляем в пищу а в озере эбейты в омской области сульфатно-хлоридно-натриевые при этом воды северного ледовитого океана содержат фосфаты и соли кремния естественно что солевое наполнение воды соленых озер формируется за счет грунтов на которых озера расположены однако если это изначально были воды северного ледовитого океана то фосфатно-кремниевый остаток должен был в этих озерах остаться но его нет пятое весомым аргументом сторонников потопа является наличие тюленей в море и по их мнению это железобетонное доказательство так как по их версии они могли попасть в каспий именно с волной потопа и северного ледовитого океана однако возникает закономерный вопрос а почему эта волна не принесла тюлени в азовской черное море или в озеро балхаш кстати если кто не знает то балхаш вообще искусственно заселялся рыбой как-то избирательного волна потопа принесла тюлени только в каспий да знаю в озере байкал есть тюлени однако если кто не знал то вода в байкале пресная и озеро соединено водным путем через ангару и енисей с северным ледовитым океаном собственно потому-то и вода пресная при этом фосфатно-кремниевого остатка вот северного ледовитого океана нет в байкале и нет в его отложениях то есть тюлени дошли до байкала а вода нет но вернемся к тюленям в каспии тут суть в том что если бы это была волна потопа из северного ледовитого океана то это была бы суспензия из грязи несущиеся на огромной скорости и никакие тюлени бы в ней просто не выжили однако факт наличие тюленей есть но и тут оказывается все просто дело в том что волга когда-то соединялась с онежским озером знаменитое строительство волга балтийского канала это попытка повторить то что было засыпано катаклизмом и если внимательно смотреть на спутниковой карты то прежние очертания широкой реки все еще угадываются и вот через онежское озеро по волге тюлени и попали в каспий поэтому можно однозначно сказать что волны которые прокатилась через весь континент быть не могло тут хочу пояснить первое в далеком прошлом несколько миллионов а возможно даже тысячи лет назад такая волна вполне могла быть но в исследуемый нами исторический период 200 500 лет назад никакого потопа в виде волны не было второе как частный случай всего катаклизма в некоторых районах например цунами на побережье наводнение на равнинах и селевые потоки в горах эти явления конечно же были и эти частные случаи одного большого катаклизма безусловно можно назвать потопом вот только представьте что вы живете например на берегу той же волги и однажды весной случилось половодье и мимо вашего окна на втором третьем этаже проплывает чья-то изба если вам удастся выжить то вы всю жизнь будете считать сами и внукам расскажите что пережили потоп а про вас дети и внуки будут говорить что родились в водопотопные времена шестое хотя наверное именно с этого и следовало начать потоп каким бы он ни был не является первопричиной друзья мои потоп не образуется сам по себе из пустого места многие исследователи потопа почему-то упускают это из виду нужно понять простую вещь потоп это не сам катаклизм а лишь следствие искать нужно не следы потопа а следы причины его вызвавший при этом если мы ошиблись пониманием потопа то его причины будем искать не в том направлении и в другом месте самый очевидный пример городище ведь почему официальные историки высмеивают саму идею потопа в недавнем прошлом а заодно и всех исследователей реального прошлого потому что существует городище а это реальные факты которые никак не вписываются в теорию потопа то что городище это места выживания людей в период постапокалипсиса уже рассказывалось на канале и такие городище много и они реально есть и рассредоточены практически по всей земле но самое главное то что городище и находки в них находится практически на поверхности это я видел лично и не раз в экспедициях конечно городище располагаются на холмах иногда высотой в несколько сот метров но в сравнении с высотой волны в три с половиной километра это ничто к тому же если прошла такая волна то основать городище будет просто некому вот поэтому и получается что игнорируя реальные исторические факты мы только добавляем официальным историком поводов для критики и насмешек следующее неверное направление поисков это попытки определить причину потопа в виде волны и одной из таких причин преподносится смещение оси вращения земли для этого приводится простой пример с фигуристкой когда она вращается то прижав обе руки к телу вращается быстрее расставив руки в стороны она вращается медленнее а вот если выставить только одну руку то нарушается баланс и фигуристка вращается уже неравномерно этим примером предпринимаются попытки объяснить возникновение волны на основании того что города засыпаны неимоверным объемом грунта и в случае перемещения ских масс грунта нарушается весовой баланс земли что и привело к возникновению волны потопа однако этот пример абсолютно неверный так как во первых нарушена причинно-следственная связь то есть в этом примере волна возникла из-за того что грунт уже засыпал города хотя вроде как по изначальной версии потопа этот грунт принесла сама эта волна во вторых и самое главное масса руки фигуристки в процентном отношении к массе ее тело вполне сопоставимо а вот массы перемещенного грунта хоть и измеряется в сотнях тысяч тонн но в процентном отношении ко всей массе земли это тысячная доля процента и она никак не повлияет на баланс всей системы и вращения земли также в качестве причины потопа приводится эффект дженебекова ну и этот пример не подходит так как согласно эффекту дженебекова гайка кувыркается каждый пять-шесть оборотов вокруг своей оси если это применить к земле то земля должна кувыркаться каждые пять-шесть дней то есть каждую неделю и таких примеров множество в попытке найти объяснение потопу в том его понимании что это была волна через континент человеческое сознание старается подобрать логически наиболее подходящий сценарий это устройство человеческого сознания все непонятное но пытается объяснить в рамках того что ему известно на данный момент и в рамках понимания этого известного поэтому некоторые реальные факты как например наличие тюленей в каспии трактуются именно с этой точки зрения и как я уже говорил самом начале это приводит к неверным выводом тогда что вы получается ничего не было а вот как раз и было был глобальный катаклизм затронувший все континенты изменивший ход истории и перечеркнувший прежний уклад жизни тогда каким образом он проходил спросите вы как вы помните способов переноса грунта в таких количествах всего два по воде и по воздуху как мы уже разобрали вода весь этот грунт перенести не могла значит грунт переносился по воздуху конечно это кажется еще более фантастичным чем даже сама идея всемирного потопа однако примеров переноса грунта по воздуху полно и в наше время это суховей и пыльные бури причем тут нужно понимать что пыльная буря или суховей возникает на территории где нет растительности то есть пыльная буря это опять-таки не сам катаклизм а лишь его следствие сам катаклизм уничтожил растительность открыв землю ветрам и тут мы возвращаемся как ни странно к нашим соленым озером ведь что такое соль как она образуется соль это результат взаимодействия кислот с минералами ведь именно поэтому все соленые озера имеют разный химический состав что находятся на разных грунтах при упадении кислотных осадков озера наполняются солями специфичными для данной конкретной местности прошли кислотные дожди причем в больших количествах с течением времени территория постепенно промылась от солей кстати не везде а так как все соленые озера бесточные то однажды попав в них соль так в них и осталось образовались кислотные дожди из-за большого количества практически одновременных ядерных взрывов на больших территориях по всей земле температура плазменного шара ядерного взрыва достигает нескольких миллионов градусов и горел этот шар не в вакууме а в нашей атмосфере и в этом шаре выгорал весь азот превращаясь в оксид азота который контактируя с парами воды в атмосфере давал азотную кислоту ядерные взрывы вызывали большое количество пожаров эти пожары быстро распространялись на огромных территориях выжигая всю органику на своем пути и оставляя поверхность земли открытой всем ветрам также эти пожары давали сырье в кавычках для соляной серной и других кислот а ядерные взрывы произведенные практически одновременно вызывали значительные напряжения в земной коре и могли активизировать некоторые потухшие вулканы которые в свою очередь дополнительно выбросили оки серы в атмосферу что еще больше усугубило ситуацию в конечном счете пыль и различные оксиды от многочисленных ядерных взрывов и пожаров поднялись в атмосферу и достигнув водно-провой прослойки вылились обратно на землю грязевыми кислотными дождями это тяжело осознавать но тем не менее все обнаруженные нами факты говорят именно об этом сценарии более подробно про механизм засыпания с деталями и объяснениями будет рассказано в одном из следующих фильмов кстати самый простой пример это нижний этаж больницы в городе плавск пульской области если помните мы там нашли черный плывун затекший в подвал через окно тогда в комментариях многие подметили что это намыло дождями через это самое окно и они в чем-то были правы только вот это намывание было за очень короткий период времени а грунт черный именно потому что это пепел с пожарище когда округа сначала сгорела а потом ее залило дождями тут нужно понимать что с неба выпадала не только глина но еще песок и пепел чем крупнее частички грунта тем ближе к эпицентру они выпадали дальше всего разлетался черный пепел и оседал он последним также пепел и гарь образовывались в непосредственной близости к эпицентру ядерного взрыва здесь в качестве примера раскопки в туле и следы цезия в слое пожара на глубине 2 метра причем не слоях выше ни слоях ниже цезия обнаружено не было подводя итог можно сказать следующее потоп несомненно был другое дело что понимать под этим определением очень важно учитывать многочисленные детали даже незначительные ибо в нашем деле мелочей не бывает ведь упустив что-то одно можно потратить годы на исследование пустоты друзья прошу вас высказываться по этой теме проверить пожалуйста все расчеты так как я тоже мог ошибиться возможно у кого-то есть свои наработки возможно мы что-то вообще упустили пишите свои мысли в комментариях а сейчас не будем прощаться ибо впереди нас ждет самое интересное всего вам доброго до свидания